Несмотря на то, что большая часть населения нашего региона представляет русскую культуру, активисты национально-культурных центров прикладывают все больше усилий для сохранения и приумножения своих традиций. Они организовывают и участвуют в национальных торжествах, с юных лет прививают детям любовь к родному языку и даже выпускают свои газеты. К примеру, издание «Бердемлек» издается на татарском языке уже 32 года. Самая главная задача и самая главная цель и газеты «Бердемлек», да и, наверное, и любых национальных изданий, это сохранение языка, сохранение культуры, сохранение своих традиций. Понятно, что и вопросы популяризации истории, и рассказы о наших современниках. Как и задача любой газеты, единственное, здесь просто есть еще и национальный оттенок газеты выходит на татарском языке. На сегодняшний день у «Бердемлек» более двух тысяч преданных читателей. Журналисты издания стараются идти в ногу со временем и, не отставая от своих коллег, публикуют свои материалы в социальных сетях и на различных интернет-площадках. Газета является на сегодняшний день самым ярким символом на территории Самарской области именно татарства. И, конечно, если у этих 126 тысяч людей не будет своего языка, отсутствие газеты приведет к большему, более быстрому искоренению или пропаже от данного языка. А газета как материальный артефакт, как символ того, что из-за татары живут, и татары еще общаются. Чтобы привлечь внимание постоянных читателей к проблеме сохранения национальной культуры, 3 декабря в 11.00 в Доме дружбы народов пройдет читательская конференция, на которой все желающие смогут пообщаться с представителями издания «Бердемлек» и озвучить наиболее актуальные и волнующие темы. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.